Привет! Меня зовут Светлана. Я из города Ульяновск. Я участвую в марафоне женственности. Сегодня расскажу о своих впечатлениях, о достижениях. Что мне дал марафон? Он мне дал саму себя, вернул мне себя. Я раньше знала, что надо делать, чтобы быть хорошей девочкой, что надо сделать, чтобы мама была рада, чтобы родственники были рады. Но я не знала себя, чего я хочу и могу ли я меняться? Могу ли я быть спокойной женщиной? Оказывается, могу. Но для этого нужно больше по-женски работать. Вот мои основные достижения. Буду пользоваться подсказкой. Это только основные хотели, скачем большой. Первая. Ушла чрезмерная суетливость. Раньше я пыталась спеть всё. Мне надо покататься на велосипеде, пойти гулять, сделать вот это, вот это, вот это. Даже развлечения для меня были как галочки. И это было очень сложно. Меня напрягало. А сейчас то, что я успеваю, я успеваю. Я получаю от этого удовольствие. Я этому уже рада. Остальное сделаю позже. А также я стала менее раздражительной. У меня одно из главных заданий, целей в марафоне было убрать раздражительность. Большая часть раздражительности ушла. Я этому очень рада и очень благодарна. Также читаю книги. За марафон дочитаю вторую книгу «Очарование женственности». Встретилась с папой и простила его. Когда мне было три года, мама с папой развелись. И мама нас трёх девочек воспитывала одна. Было очень сложно. Была большая обида на папу. Но сестру мы решили найти его номер, позвонить и встретиться с ним. Просто встретиться. Просто почувствовать свои корни. И, знаете, мы нашли номер, мы с ним встретились, и он сказал, что он нас любит. Я простила его. Теперь я знаю, что у меня есть и мама, и папа. Это очень важно. Это не то, что прям... Это такое событие. Если мне в начале марафона кто-нибудь сказал, что я увижусь с папой, я бы сказала, ну что, зачем? Также больше видела добра в людях, в окружении. Потому что одно из заданий марафона каждый день надо было писать 10 благодарностей за что-то благодарное в течение дня. Это очень мотивировало, очень помогало. И даже сейчас каждый день уже мысленно я прохожу марафон. Ставлю для себя то, что я сегодня видела хорошего, кому я хочу сказать спасибо. Больше внимания теперь уделяю маме. Раньше я могла следить за телефоном, за компьютером и разговаривать с мамой. Я понимала, что это неправильно, а сейчас я изменилась. Когда ко мне подходит мама, я всё оставляю и разговариваю с ней, потому что знаю, самой мне это приятно. И ей приятно как к маме, а мне как к дочке. Я научилась освещать пищу. Я стала чаще готовить, с любовью готовить, уже готовить осознанно, читая молитвы. Стала ближе к Богу. Я всегда хотела выучить молитвы, вот выучила сейчас две молитвы. Стала третий раз крестной мамой. И, знаете, я ходила на службу в церковь, на Рождество. Я один раз в жизни ходила, только когда мне было лет 17, а сейчас мне 27. Я на ночь опять пошла в церковь и стояла, слушала. И я была так наполнена, так рада этому и так благодарна марафону. Парень сказал, что я меньше спорю. Я так люблю спорить и меньше ворчу. Даже я это заметила. Он сказал, Слана, с тобой легче. С тобой легче. Кисюк. Кошка отвлекает. Теперь я всегда ношу платье. За марафон у меня появилось несколько длинных платьев, несколько длинных юбок. И у меня была потребность души. И так получилось, что мы либо дарили, либо кто-то шил, либо я покупала. Я этому очень рада. Сегодня я в одном из этих платьев в конце вам покажу его. А также я была первый раз в жизни на фотосессии. Все включено. Я решила наполняться женской энергией. Для меня это было всегда неудобно, стыдно. Я же коряка. А здесь пошла и, знаете, сходила два раза. Один раз мне подарили, а второй раз по смешной цене туда попала. И, знаете, от меня сделали фею. Фею. Я фею. Вы представляете? Это такое ощущение себя. Каждая девушка просто обязана для себя сходить на этот фотосессии. Пускай у вас будет несколько, три, четыре, я знаю, десять только фотографий. Но это такого стоит. Это такие ощущения. Ничего не бойтесь. Я коряка, и меня так поставили, так поставили. Я флофей. Я намного меньше употребляю алкоголя. И так много не употребляла, а сейчас очень мало. Даже в компании кто-то пьет, а мне не надо. Намного меньше ем вредной пищи. Уделяю больше времени себе. Больше времени, да. Приняла и полюбила себя. Перестала сравнивать себя с другими. Я всегда хотела быть совершенной. Мне надо это лучше всех, это лучше всех. Но такое невозможно. Каждый прекрасен по-своему человек. И мне от этого было тяжело. А сейчас я приняла себя. Я убрала зависть, большую часть зависти. Конечно, мне над этим ещё надо работать. Я радуюсь за людей. Я радуюсь за себя. Я сравниваю себя только с собой, но прошлый. И это как камень из души. Девочки, это прям как камень из души. Так же перестала на себя всё взваливать. Я такой человек, который... Этому надо помочь. Всё, давай я всё сделаю. Я всё вот сюда вот всё. И понесла, и понесла, и побежала. И такая вымотанная. Своё не сделала. Другим помогла. И так глупо. И сил нет. И злость появляется. Раздражительность, вернее, на окружающих. И я научилась разграничивать. Вот моя зона ответственности, а вот ваша зона ответственности. Вот я сейчас могу помочь вам? То, насколько у меня хватит сил. А остальное, это уже ваша зона ответственности. Знаете, намного стало легче. Так я очень хотела помочь своему крёстному сыну. А ему сейчас 11 лет. Он не очень с благополучной семьей. И я всё пыталась ему сделать. А его мама была против. Ну, на окружок его не надо водить. Бассейн ему не надо водить. Я говорю, ну, давай вот это сделаем. Давай вот это. Пока я не остановилась, подумала. Ну, вот то, что позволяет ей делать, делает. А то, что нет, у него есть мама. Я просто должна это принять и делать уже так, чтобы им было легче, а не я была им в напряг. И мне это было в напряг. А также, знаете, я поменяла работу. Я почти три года работала на нелюбимой работе в банке. Я выматывалась. У меня был график с 12 обеда до 12 ночи. Я приходила домой в час. Ложилась с полным желудком в три ночи. Потом не могла встать. Я не могла поменять работу. Я везде искала, искала работу. Я всё время плакала. Я была злая, как, аааа, прям злая, как ведьма. И знаете, Бог мне преподнёс работу легко. Так легко. И такую работу, о которой я всегда думала, это сказка. У меня график 5 через 2, с 8 до 5. Я на работе ношу красивые платьишки. Я успеваю пить чай. За три года на своей работе я ни разу не успела пить чай. А здесь я два раза в день пила пить чай. Можно выйти, пойти погулять. У меня целый час обед. И я сделала работу, и могу почитать свободно книгу. Вы представляете? А зарплата у меня точно такая же, как в банке. Это просто немыслимо. И это, это, это сказка. А также перестала говорить я сама. Теперь я позволяю заботиться о себе окружающим. Парень мне всегда говорил, ну перестань говорить я сама. Ну позволь мне о тебе заботиться. Мама всегда пыталась побывать. Светлана, ну возьми там на проезд вот тебе. Мама, я же работаю, ничего мне не надо. А сейчас, мама, ну у меня есть. Ну возьми, дочь. Мама, спасибо. И маме легче, и мне легче. А я не думала, я думала, мне надо делать всё самой. Мне надо всем помогать. Надо всё сделать самой. Никому, чтобы не было от меня тяжело. Вы представляете? Другими от этого делали тяжело. И себе только. Я хочу сказать спасибо. Спасибо Богу за такую неожиданную возможность участвовать в марафоне. Спасибо мне. Мне спасибо, да. Я научилась говорить спасибо себе. Да так непривычно. Спасибо марафону. Спасибо Ольге и Алексею Валяевым. Спасибо сёстрам и друзьям, которые меня поддерживали. Спасибо людям незнакомым, которые мне писали, ставили комментарии, поддерживали, давали советы. Это очень необычно. Я очень за это благодарна. Я поняла, что я не одна. И эта жизнь начинается с меня, с моего внутреннего мира. Я девушка. Я от слова «дева». Я должна приносить людям радость от того, что я внутри наполненная, сама радостная. А самое интересное, что произошло. Мы с парнем встречаемся много лет. Много-много лет. А 31 декабря он мне сделал предложение. Подарил. Прямо проучальное кольцо. Вы представляете? Мы столько лет встречаемся, у него не было мысли делать предложение. А здесь очень неожиданно. И вот мы будем готовиться скоро к свадьбе. Я желаю всем счастья. Девочки, верьте. Вы феи. Вы принцессы. Каждый из вас индивидуально. И вот мое самое прекрасное платье. Я желаю вам развиваться и развиваться. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok